так друзья всем привет с вами павел вы находитесь на канале happy brick сегодня у меня топовый набор по бэтмену патисона 76 183 это пещера бэтмена как мы видим набор довольно тонкий и коробка тоже небольшая то есть те же флагманские наборы creator 3 в одном имеют больший формат или те же замки хогвартса которые опять таки не являются флагманскими то есть для большого набора пещера все-таки довольно маленькая и насчитывает менее 600 деталей причем тут даже нас немножко обманули но об этом чуть позже получается что лего не верили во взлет франшизы по новому бэтмену 22 года и поэтому не сильно утверждались сэкономив свои ресурсы сделав всего три набора довольно простых но в меру интересных как мы видим здесь у нас здесь у нас аж целых 6 фигурок соответственно брюс уэйн бэтмен загадочник гордон опять-таки селина кайл которая была в самом маленьком наборе и альфред получается что вот эти две фигурки здесь не уникальные бэтмен вообще в каждом наборе попадается оселина кайл в самом маленьком то есть если вы охотник за фигурками то вам этот набор ради четырех фигурок стоит покупать на обратной стороне показаны игровые возможности данного набора и соответственно здесь показывают что можно соединить 2 по объему набор спать пещеры то есть автомобиль здесь как раз подходит под эту пещеру комплекте поставки был лист наклейками довольно крупной наклейки здесь классные в том плане что без них набор смотрится более безлико но опять-таки я не стал их наклеивать и в комплект поставки также входила нормальная инструкция то есть здесь она уже более львомного формата глянцевая хорошего качества но как мы видим несмотря на то что это топовый набор собирается он в каком-то смысле даже быстрее чем бэтмобиль всего лишь на 94 странице на 109 пункте заканчивается сборка соответственно на задней стороне у нас традиционная реклама всех наборов которые уже были на обзоре и список деталей что касается деталей то здесь на удивление много тен и дырк тен деталей из которых собственно и состоит от особняк а также традиционно для бэтмена это куча черных деталей есть 4 дарт блюш грей лестницы и 4 вот таких блестящих колонны именно блестящих то есть они не просто чем на коричь темно-серый но блестящие также у нас был разделитель деталей например в тамблере был разделитель деталей а вот в бэтмобиле 22 года его не было то есть его зажали ну что давайте перейдем непосредственно к набору как мы видим постройка довольно таки капитальная и объемная хотя как я сказал детали здесь мало всего лишь меньше 600 то есть 590 деталей и первый обман кроется в том что например вот эти тайлы 2 на 4 здесь были использованы именно они они например 2 на 6 или 2 на 8 то есть в каком-то смысле искусственное увеличение детали также как мы видим аж 32 детали пошло на вот эти вот полы то есть тоже непонятно искусственно это увеличение или нет давайте начнем с фигурок бэтмен здесь стандартный как и во всех трех наборах у которого две эмоции и по две головы то есть четыре эмоции суммарно соответственно паричок здесь у нас типа его костюм мотоциклетный то есть обычная одежда но на самом деле если одеть нормальную голову а не черную то у нас будет 2 мини фигурка брюса воина просто чтоб в одном наборе как бы не было два бэтмена сделали вот такое вот ухищрение очень интересная загадочник соответственно он у нас тут с телефоном и с динамитом выглядит довольно таки посредственно то есть как может быть уникальная фигурка интересный но как просто мини фигурка он какой-то не очень то есть вот этот парик вот эта одежда ну мне он не очень зашел соответственно селина кайл одна просто я с маленького набора показываю что у нее есть и парик и шлем и соответственно две эмоции но так она одна и та же как сама маленьком наборе соответственно альфред вот такой дедок в костюмчике ноги вообще не запринтованы то есть фигурка максимально аскетичная чуть ли не из лего 90-х ну из жемчужинного данного сета джим кордон черный он или белый он всегда выглядит как джим кордон и во всех сериях плюс-минус одинаково у него здесь хороший костюм красный галстук запринтованные ноги спереди выглядит хорошо соответственно из аксессуаров у нас тут есть и черные наручники черная цепь пистолет бета ранг самое главное что есть вот такой вот револьер который сейчас очень редко попадается причем их тут два в комплекте 2 запасной дабы сад дабы полностью не обезличивать эту пещеру сюда добавили мотоцикл мотоцикл построен на той же базе как и в минимальном наборе то есть он вот такой вот в принципе выглядит неплохо но опять-таки если его сравнить с мотоциклом из самого маленького набора женщины кошки то они друг на друга похожи хоть конечно и отличаются но трудно в таком маленьком формате сделать три разных мотоцикла больше всех отличается мотоцикл бэтмена который более громоздкий так или иначе вы получаете эти детали для постройки своих самоделок по мотоциклам или может быть даже использование других ну и самое главное непосредственно сама пещера как я сказал она довольно крупная то есть если разместить здесь мини фигурки то сразу становится видно что есть где поиграть если его рассматривать как игровой набор как есть рассматривать как полочный то наверное он не такой классный хотя конечно атмосфера есть как мы видим здесь очень много ламп вот тут идет лестница подъем наверх несколько золотых украшений вот такие четверные классные лампы которые сделаны и соответственно из голов из прозрачных голов лего человечков также у нас тут вторая принтованная деталь это вот эти часы очень классная деталь хорошо что это не наклейка первая принтованная деталь был телефон ридлера ну и соответственно здесь еще две лампы и подставка с бутылкой здесь у нас заезд для автомобиля но к сожалению он не очень поднято и здесь всего два на один кубик суммарная высота получается подъема и она очень низкая то есть можно было как-то поднять этот помост вот эта центральная часть может вот так вот ездить а при наличии автомобиля она просто тупо убирается и сюда ставится автомобиль для обслуживания раз уж взяли эту часть давайте посмотрим здесь соответственно должны быть наклейки это бэт компьютер бэтмонитор то есть здесь клавиатура здесь у него лупа соответственно если посмотреть то мы здесь видим бэтмен без нее этого не видно маленькая игровая функция но жалко что не принтованные детали тем более что их здесь целых три одинаковых учитывая что 3 идет на целый набор могли бы запринтовать здесь у нас него новая подсветка имитация ну в общем вот такая вот постройка небольшая соответственно левая правая часть у нас плюс-минус зеркальные и они могут вот так вот отворачиваться здесь еще один монитор с подсветкой тут у нас крюк кошка и маленький бэт компьютер бэт ноутбук и в правой части у нас находится обслуживание автомобиля в одном пакете здесь был целый набор инструментов то есть в отдельном пакете вот это все лежало оно здесь в хромированной краске а вот эта циркулярка ручная или уже лежала отдельно также здесь есть вот такой баллон я не знаю это у нас или сварка или заправка не знаю почему она держится на одном пине постоянно отваливается может специально чтобы для игровой функции часто пользоваться этим но если чуть задеть то она отваливается соответственно как я сказал вот эти колонны у нас не совсем из темно-серого цвета сделано они блестящие и такие встречаются не так часто возможно даже это единственный набор где они встречаются соответственно как вы поняли если соединить два набора которые подразумеваются лего то есть машина и бэт пещера то мы получаем весь набор фигурок из этой серии то есть самый маленький набор здесь покупать не обязательно женщина-кошка здесь есть один из мотоциклов здесь тоже есть имею ввиду детали для его постройки соответственно пингвин и дополнительная фигурка бэтмена у нас остается то есть всего получается в этой серии 7 мини фигурок но если же добавить все-таки самый маленький набор то вся эта серия будет выглядеть примерно вот так вот то есть довольно объемная постройка получается и в целом и в целом как игровая функция наверно все-таки будет интересно можно будет построить какие-то сюжеты для ребенка и поиграться им что касается набора на детали то для бэтмена здесь конечно удивило большое количество там и dark tank деталей там и dark tank деталей серые лестницы конечно не такие интересные детали а тем более их тут четыре штуки но тем не менее если у вас с ними недостаток то вы их получите что касается вот этих больших черных панелей то маловероятно что они куда-то пойдут так как черные здания строить я точно не буду и пока применение для этих панелей я не вижу так как все-таки они довольно крупные и подходят либо для мониторов либо для постройки зданий жалко что здесь они не белые или уж не в цвет титан хотя в цвет титан они здесь тоже присутствуют одна панель сзади в левой части у нас есть так сказать темница для загадочника здесь можно вот так вот ее вытащить и здесь открывается дверь она на цепь закрыта то есть со всех сторон это полностью закрытое помещение но вот такой вот обзор пишите что думаете по поводу бы пещеры вам как всегда спасибо за просмотр всем удачи и пока